Привет! Я выехала с Украины, из села Рубцы. Хочу сказать, что всё эвакуационное было бесплатным. С Краматорска выехала поездом до Львова, во Львове переночевала, ехала сутки. Во Львове переночевала, потом отправилась в Польшу через границу, прошла весь контроль. Это, в принципе, всё быстро происходило. Потом был перевалочный пункт сразу в польской границе. Там нас накормили. В общем, было всё нормально. Для тех, кто привык к таким условиям, в принципе, всё нормально. Потом мы сели на автобус, нас посадили на автобус, и он отвёз нас в центр Теско. Это в Польше. В этом центре, конечно, было очень хорошо. Те, кто туда попали, и те, кто с собой не взяли, допустим, обувь или одежду, или даже какие-то игрушки деткам. Я ехала с ребёнком. Ну, как бы, было очень хорошо. Там детские комнаты в Польше, там вся химия, которая нужна. Шампуни, зели, зубные щётки. Всё просто. Даже новая именно одежда, даже новая была. Очень много наций, которые там помогают. Туда свозят. Просто каждый день, каждый час, по несколько раз в день свозят и свозят всё. Единственная проблема была потом, как мы выехали. Я сейчас нахожусь в Швейцарии. Живём мы вот это кафе. Живём мы вот там. Это временная, перевалочный пункт, так сказать. Мы в пятницу уже идём, вернее, едем оформлять статус С, документы подавать на этом. И нам на руки дадут уже разрешение на это. Единственное, что скажу, вернусь немножко ко Львову. В поезде, когда вы езжаете, с собой по-любому надо брать либо переноску небольшую, либо же тройник. Так как там есть, чтобы зарядить телефоны, всегда быть на связи. В Польше, когда приезжаете, там будут выдавать сим-карты, они бесплатные. Еды море. То есть голодными точно не останетесь. Что ещё сказать? Естественно, с собой с дома есть такая возможность брать какие-то необходимые медикаменты. Но, опять же таки, если вы попадаете в этот центр Теско, и медикаменты, и медицина. Мне даже посчастливилось выйти на французского доктора по своей части, куда мне надо было. Он там же находится. Там душ, там мы тоже спали, получается. И потом поехали поездом напрямик с Польши, поехали на Швейцарию. Сказать, в принципе, всё бесплатно. Если есть выбираться, выбирайтесь. Это единственное, что я могу сказать. Так как нас слышно по новостям много, особенно повреждения Ташук Роматорский, неизвестно, что дальше будет. Я до последнего сидела в своём селе. Ну, пока меня уже, можно сказать, не выгнали пинками. Потому что, ну, не хотела покидать. У меня мама там осталась. И реально не хотела. Я здесь только в субботу здесь приехала. 30 марта я выехала. Вот здесь я в субботу в этом центре нахожусь. И, в принципе, нам больше повезло. Потому что я встречала людей, которые приехали на три недели раньше, на месяц раньше. И им статуса ещё не светит. Некоторые, вот я разговаривала. Нам приехал сегодня координатор. Всё интересно рассказал. Он с нами был тут три часа. Всё хорошо. Здесь тоже кормят. Здесь есть стиральные машинки, сушилки. Нас здесь находится 150 человек. И нам сегодня привезли там игрушки. Сделали детский уголок. Игрушки привозили. Химия тут тоже вся есть. Ну, как бы... Просто у всех разные ситуации. Некоторые выезжали просто в чём мать. Вот так вот. Не мать, вернее, родила. А просто так выезжали. А некоторые брали с собой. У меня, конечно, была ситуация более-менее лучшая. Я взяла с собой одежду. Если у кого-то есть возможность по сумкам не тяжело, то, пожалуйста, конечно, надо брать. Некоторые приехали в такие жизненные ситуации, что просто думаешь, господи, хорошо хоть так у тебя досталось. Что ещё сказать? Здесь относительно сейчас теплее. Мы приехали. Было вообще холодно. Мы тут были все в шоке, потому что мы выезжали в кроссовках. Некоторые вообще в зимних сапогах. В центре в этом, вернусь, в центре в этом мы спим. Тут тепло. Одеяло новое. Постельное всё новое. Матрасы всё новое. Единственное, что Швейцария всё-таки большая. Ну, относительно страна. И не все попадут в такие центры. А слышала о том, что многие попадали в такие, ну, так сказать, центры, что не очень. Это такое, как кому карта повезёт просто. Нам даже повезло в том, что нас уже в пятницу и в субботу двумя группами будут вывозить, делать этот статус. Этот статус позволяет, как нам объяснили, в Польше волонтёры, которые швейцарские волонтёры, потому что девочки, которые выехали раньше в Швейцарию, сказали, что не было волонтёров. Просто ехали так, наобум. Но бесплатно. Везде всё бесплатно. Мы даже здесь передвигались маршрутки, скоростные поезда. Мы передвигались абсолютно бесплатно. Мы, получается, вернусь опять к общежитию, к этому, в этом общежитии кормят. Единственное, вот с детским питанием здесь относительно с питанием проблематично, так как у них совсем другой менталитет. Потому что нет супов. Им вообще такое непонятие непонятно. Но зато это очень чистая страна. Просто тут в основном все удивлены. Что ещё сказать? В принципе, всё здесь нормально. Что ещё знаю? Те, кто прибывают сейчас, у них процесс идёт намного быстрее. Так как они уже, как бы, Швейцария никогда не принимала беженцев. И это, как бы, для них впервые такая практика. И получается, что мы даже быстрее получим статус, чем те, кто приехал три недели назад или две недели назад. Так как здесь воинская часть, повторюсь. Не помню, говорила или нет. Но как-то тут нам попал такой нам координатор-начальник, который вообще сказал всё быстро. Хотя все приехали, у всех глаза квадратные, всем страшно. Я сама боялась. Я ехала на этом поезде с Краматорска на Львов. Саму трусила, потому что где-то останавливались ночью. Свет выключался в этом поезде, где-то бахали грады. И мы молились, у нас много молилось, тупо по дороге молилось. И, ну, реально страшно было. Но относительно всё нормально. Многие после нас приезжали и приезжают, и будут приезжать. Я в это свято верю, что всё будет нормально. Естественно, хочется домой. Это, наверное, многие так. Хотят месяц-два максимум домой вернуться. Если с этой стороны относительно, если ты оформляешь статус С, это не беженство, это статус временного пребывания здесь. Так как в разных странах по-разному. Здесь обещают до, по-моему, 400 франков. Это равно 100 евро. И получается, что медицина бесплатная, жильё. Либо тебя семья берёт, либо же в общежитии будем. Сейчас, секунду. Тут кричат. Либо же будем в общежитии находиться. Ну, я слышала очень много разных версий. Но скажу тем, кто... Я приехала сама. Сама у меня сын 7 лет. Я ни с кем нигде... Ну, не выезжали мы парами, не выезжали этот... Я ехала в поезде, ни с кем особо не познакомилась. Уже все знакомятся в центре, в Теско. Там. Либо же по дороге в поезде, в автобусе. С Польши до Швейцарии мы ехали поезд. В автобусе, боже. Нам вообще повезло. В автобусе нам вручили пакеты с едой, со всякими таблетками, короче. Кому памперсы, кому что. И была такая хорошая тетенька, которая дала нам еще и денег. Но это единичные случаи. Потому что здесь вот 150 человек. И со мной 30 человек приехало. Или около 40 человек, будем так где-то говорить. Да, где-то 40 человек приехало. И как бы остальные 100 человек этого не видели вообще. Что еще сказать? Надо просто не бояться. Я реально боялась, но переборола. А так здесь, в принципе, все нормально. Даже стоит выехать, если у кого-то есть такая возможность. Даже стоит того, что здесь просто очень чисто. Нам это не свойственно вообще в Украине. Наверное, в любом городе, в любой стороне. Но здесь очень красиво. Я присылала фотографии и видео. И как бы реально красиво. Вот так вот, что сказать. Тем, у кого есть возможность. Да, я понимаю. Мужья, там, родители. Это такое понятие. Но, насмотревшись новостей, было страшно и там оставаться. Хочу домой. Это правда. Домой хочу очень. И я не собираюсь здесь оставаться на ПМЖ. Как вот многие тут уже едут. Уже все о них. У них там уже планы просто наполеонские. Естественно, как бы там ни было, я буду молиться за всю оставшуюся Украину целую, которая есть. Потому что нам там жить еще. И, по крайней мере, я хочу. Это последнего было там. Просто, ну, многие мне сейчас пишут, мои знакомые, которые говорят, что ты вовремя выехала. Потому что, не дай бог, туда-сюда и разобьют всю железную дорогу. И маршрут не будет уже. А добраться у нас здесь все нам бесплатно. Мы даже попутали остановку. Немножко отвлеклась. Мы попутали остановку. Нам надо было поехать в центр. Мы, получается, сейчас в Шамблоне. Нам надо было поехать в центр. И мы, короче, перепутали Лозанн. И в итоге мы попали в Женеву. Женеву от этого места 200 километров. Мы скоростной электричечкой и так быстренько прошуршали. И, в общем, попутешествовали там. Мы поменяли деньги. Кстати, тоже актуальная тема. Гривны, рубли, злоты. Здесь вообще не катят. И менять их вам тут никто не будет. Потому что мы даже в Женеве, там, где этих банки на банки, вообще нам не поменяли. У меня были долг, были евро. Я их поменяла. А с гривенами тут делать нечего. Реально. И так как у меня ребенок, я здесь купила относительно полный пакет еды. Кто-то говорил, дорого, дорого, жить невозможно. Нет. Нет, вы забывайте про украинские деньги и просто относительно сравнивать так. 100 евро, это как у нас в Украине 100 гривен. То бишь, я на 100 гривен в Украине так не скупилась, как здесь на 100 евро. Но я потратила даже 22,70 франка. Ну, оно одинаковое, что евро, что франки. Я поменяла на франки. И на 22 франка скупилась вот так вот. Просто. Здесь надо знать просто два магазина, которые есть. Они есть по всей Швейцарии. И, в принципе, даже такая акция есть. Но я не курю, но тут же все, в принципе, курят. Три пачки середы берешь, четвертая в подарок. В Винстон Синь я брала шестерку с лимсовую, 8,20 франков. И, короче, четвертая в подарок. Ну, то есть, как бы так. Да, на украинские гривны, это, конечно, колоссальные деньги. Но, тем не менее, надо привыкать к этому, покаместь. Повезет. Возможно, кто-то и останется на ПМЖ здесь. Но, опять же таки, продлевать статус здесь можно каждый год. До 5 лет продлеваешь, продлеваешь. Вот эта помощь в нем заключается, будет помощь. Ну, лучше найти работу. Хотя бы временно найти работу. Потом ты можешь продлевать, потом ты можешь дать вид на жительство подавать. И все такое, короче. Ну, это тех, кого именно интересовало это. Что еще сказать? Ага, за статус. Статус С – это временный прыхисток. И дело в том, что даже в течение года, если тебе стартанет просто уехать отсюда полностью, со шмотками, со всеми, вот как я уже хочу, просто не за того, что здесь плохо, просто реально хочется домой. В свою кроватку, в свои просто теплые места, так сказать. Как бы там ни происходило в Украине. В общем, ты можешь уехать в любой момент. Даже ты получила статус, но возвращаться уже ты не сможешь. Именно с тем моментом получить тут статус, либо же бесплатно что-то. Ты просто можешь приехать, если, допустим, ты здесь найдешь классную работу, ты поехала домой, там родителей забрала или мужа, или брата, слова такового, и приехала обратно, но без этого статуса. Хотела вложиться в 2 минуты, и в итоге 13 минут. Вот так вот. Так что Швейцария, в принципе, здесь я наслышана, многих стран поприезжали именно сюда, так как вот в Германии, говорят, переполнено. За Польшу вообще молчу. Да, Польша, спасибо, все хорошо, но там очень много. А здесь вот со многих стран поприезжали сюда, даже Италия, Испания, Болгария, Германия, Италия. Блин, ну там, короче, целый список. И приехали именно вот в Швейцарию. Ну, кто зачем едет, как бы. Я просто приехала, и так и оказалось. Вот так вот.